Добрый день, с вами Science Daily, новости науки и технологий. Пользователи China Telecom, одной из трех государственных телекоммуникационных компаний Китая, теперь смогут совершать телефонные звонки, защищенные квантовым шифрованием. Услугу запустили в качестве пилотной программы в провинции Аньхой. Чтобы ею воспользоваться, пользователи должны посетить обычный офис продаж China Telecom и поменять сим-карту. Также требуется установить приложение компании Квантовый Безопасный Звонок, которое в настоящее время доступно только для Android. Компания пока не раскрывает цены на новую услугу. В отличие от традиционных методов шифрования, которые полагаются исключительно на алгоритмы, квантовое шифрование защищено законами квантовой физики. Теоретически любая информация, зашифрованная традиционными алгоритмами шифрования, может быть взломана компьютером за определенный срок. Квантовая криптография отличается тем, что любая попытка перехвата данных вызовет физическое изменение сообщения, предупреждая отправителя и получателя о возможном подслушивании. Для пользователей новой услуги China Telecom запуск квантового телефонного звонка сгенерирует два секретных ключа с использованием квантовой технологии. Они будут использоваться для проверки личности вызывающего абонента и информации о вызове, обеспечивая сквозное шифрование. China Telecom заявила, что новая услуга сначала будет доступна пользователям из определенных секторов, которым нужна абсолютная безопасность, таких как правительство, военные и финансовые учреждения. Компании также добавили, что в будущем предоставление услуги расширят и ею смогут воспользоваться обычные граждане. Разработчики рассчитывают, что в течение ближайших пяти лет услуга станет доступна как минимум для 10 миллионов человек. Компания также заявила, что выпустит специальные телефоны с функциями квантового шифрования. И они уже разрабатываются. Хотите быть в курсе последних новостей из мира науки и технологий? Не забудьте подписаться! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!